Шлам авраха, община, хавицхайм. У нас 52-й урок Еврита. Мы с вами продолжаем покупать. Итак, повторяем слово «покупать» в инфинитиве, то есть в начальной форме глагола. Это слово «ликнот». Как мы с вами помним, букву «ламит» первую мы отодвигаем. У нас остаются корневые слова, образующие три согласные. Как и в любом слове, мы с вами выделяем три согласные и получаем корень, от которого все, как говорится, и пляшет. В данном случае это «куф», это «нун», «кн» и буковка «вав». Скорее, здесь даже будет «куф», «нун» и буковка «таф». И вот от этого все идет. Мы с вами даже затронули немного в прошлое время и сказали, что «они канити» — это будет «я купил» или «я купила». Несмотря на то, что прошедшее время мы с вами не разбирали, слово «канити» можно запомнить. Как же его запомнить? Слово «купила» и «канити» — это, можно сказать, совершенно разные два слова. Ну, я предлагаю следующую ассоциацию, ассоциативный ряд. Некоторые родители говорят своим детям «перестань конючить». Есть такое слово в русском языке, когда ребенок просит «мама, купи», «папа, купи». И ты говоришь «перестань, пожалуйста, конючить». И вот я не знаю, что это такое за слово «конючить», но очень похоже на наш глагол «ликнот» — «покупать». «Ани коните» — «я купила», «я купил». Вспомним «Ани коне» — «мужчина говорит», «я покупаю». «Ани кона» — «женщина говорит», «я покупаю». «Анахну коним» — «мы покупаем». «Ата» — «мужчина», «коне» — «ат» — «кона». Ну и давайте вокруг этого устойчивые слова, выражения, самые распространенные, немного выучим. Прежде всего, что мы покупаем? Самое приятное, что мы покупаем? Мы покупаем подарки. Подарки. Зачем? Ну, разные случаи есть. Есть бармитсва, есть свадьбы, есть совершенно всевозможные случаи, когда мы покупаем подарки. Итак, «мотанот» — «ликнот-матанот». «Ани роце ликнот-матанот» — «я хочу купить подарки». «Мотана» — «подарок». Удивительно, но схоже есть слово в иврите, которое называется «масал-матан». Это переговоры. Маса у матан. Маса, если мы переведём это слово правильно, это будет как бремя, как ноша. Матан, матана, может быть, это однокоренное, можно проследить здесь историю его, и получается, что ноша, которая совмещена с подарком. Интерпретировать можно по-разному. Все знают, что переговоры — достаточно сложная вещь, поэтому это бремя. Но, с другой стороны, если это бремя выдержит, то тебе будет подарок. Какой? Результат переговоров. Вторая интерпретация. Мы можем понять, что в переговорах, если присутствуют какие-то символические подарки друг к другу, то есть стороны обменялись какими-то там визитками, сувенирами, то уже как-то теплее. То есть, с одной стороны, это бремя, а с другой стороны, это подарок. Люди общаются, люди приходят к общему компромиссу. Масау, матан. Переговоры. Возвращаемся. Итак, анируцеликнот, матанод. В. Давайте добавим сюда, что цветы. Мы помним слово «цветок». Перех. Множественное число. Прахим. Анируцеликнот, матанод. В. Прахим. Я хочу купить подарки и цветы. Теперь мы знаем, как сказать, что, когда мы идем за покупками, за подарками, за цветами, как сказать это на иврите. Если мы уже купили, можно сказать, анахну, конину. Конину. Прошедшее время. Или мы знаем уже, конючить, да, коните. Ани коните матанод, в. Прахим. Я купил или купила. В прошедшем времени здесь это не различается. Подарки и цветы. Дальше. Что я хочу купить, да? Я хочу купить что-то новенькое. Часто такое говорят женщины. Пойду в шоппинг-центр, куплю что-то новенькое, порадую себя. Ани. Вот. Селикнот. Машиу. Хадаш. В данном случае я специально сказал Машиу. Так не говорится. Как правило, если говорить быстро, Машиу превращается в Машу. Машу. Хочу купить Машу. Да, можно запомнить. Ани руце ликнот Машу хадаш. Я хочу купить что-то новенькое. Хадаш. Новый. Беседер. Можно спросить. Эйфо. Атаруце ликнот. Эдзе. Простите. Где ты это хочешь купить? И вот здесь мы можем перечислять. Бэшук. На рынке. Шук. Рынок. Базар. Шук. Бэсупер. Имеется в виду сокращенно супермаркет. Бэсупер. Бэсупер. Хочу купить в супермаркете. Бэханут. Ханут имеется в виду какой-либо магазин. Бэханут. Ханут. Магазин. Бэ мы с вами знаем. Это В. Итак, три слова выучили новые. Бэшук. Бэсупер. Бэханут. Маленький продуктовый магазин. То, что называется Мамин Пап Шоп. Называется, на иврите звучит как Маколит. Бэмаколит. Это магазин возле дома. Купить пакет молока, муки, сахара. Что-то такое. Немного, чтобы не ездить в супермаркет. Маколит. Также мы можем сказать знаменитое Дьютифри. Когда человек летит через аэропорт, он покупает в Дьютифри что-то, что он не может купить в обыкновенном магазине. Итак. Эйфоконим. Где покупаем? Эйфоконим. Улай Бэсупер. Может быть в супермаркете. Улай Бащук. Может быть на рынке. Улай Бэханут. Может быть в магазине. Улай Бэмаколит. Может быть в маленьком магазине возле дома. Улай Ба Дьютифри. Может быть в Дьютифри купим. Беседах. Итак, скажите. Я хочу купить в Дьютифри бутылку вина. Беседах. Ани. Роце. Ликнот. Бэ Дьютифри. Бакбук. Яйн. Я хочу купить в Дьютифри бутылку вина. Беседах. ТОВ. Очень хорошо. Это очень распространенные выражения. Распространенные слова. Именно связанные с покупками. Как давайте мы вспомним повелительные наклонения. Давайте скажем. Купи бутылку вина в Дьютифри. Можно сказать. Кне. Купи. Мы говорили это на прошлом уроке. Кне. Женщины мы говорим. Кни. Но чаще говорится в иврите. Как будто в будущем времени. Ти кне. Ти это приставка. Которая в принципе нам говорит о будущем времени. Поговорим это попозже об этом будущем времени. Но так как мы уже заговорили о повелительном наклонении. Такой нюанс. Если мы хотим сказать так. Как в основном говорят. То мы скажем. Ти кне. Бевакаша. Не кне. А тикне. Ти это как будто толчок. То есть купи. Сделай это. Ти кне бевакаша бакбук яин. Будь Ютифри. Купи пожалуйста бутылку вина. Бакбук яин. Бакбук бутылка яин вино. Ти кне бевакаша бакбук яин. Будь Ютифри. Или мы женщине скажем. Купи пожалуйста что-то покушать. Ну почему женщине. Конечно можно и мужчине. Но в контексте сейчас скажем женщине. Она идет через магазин. Да. Можно сказать кни. Но мы с вами уже говорим. Если хотим говорить как все. То скажем как в будущем временем. Тикни. Тикни бевакаша машу лейхоль. Тикни бевакаша машу лейхоль. Мы знаем что такое машу. Это маша и гу. Да. Что-нибудь. Something на английском. Тикни бевакаша машу лейхоль. Купи пожалуйста что-то лейхоль. Этот глагол нам хорошо известен по прошлым урокам. Покушать лейхоль. Охель еда. Лейхоль. Поесть. Покушать. Беседа. Очень хорошо. Очень хорошо. Например. Еще у нас есть группа людей. Которые идут на какое-то мероприятие. И мы их наставляем по поводу протокола одежды. Хотим сказать. Купите пожалуйста красивую одежду. Красивые одежды. Оденьтесь красиво. Итак. В данном случае будет уже не тикне. Не тикни. А будет тикну. Тикну говорит о множественном временем. Повелительное наклонение. Тикну бевакаша бгадим яфим. Бегет. Одежда. Бгадим. Одежды. Можно так сказать. Яфе. Помните это слово. Яфе. Прекрасное. Яфим. В данном случае множественное число. Бгадим. Яфим. Согласование. Беседер. Тикну бевакаша бгадим яфим. А нам могут сказать. Канину квар. Уже купили. Канину квар. Канину. Купили. Мы купили. Канину квар. Уже купили. Беседер. Очень хорошо. Итак. Давайте повторим новые слова. Которые мы с вами. Кое-какие новые. Кое-какие забытые. Старые. Машу. Или машу. Быстро когда говорим. Да. Кое-что. Машу. Машу. Хадаш. Что-то новенькое. Хадаш. Новый. Хадаш. Шук. Базар. Рынок. Шук. Супер. Супермаркет. Супер. Ханут. Магазин. Ханут. Маколит. Маленький магазинчик. Возле дома. Маколит. Ну. Я думаю. Дьюти-фри. Мы с вами не будем повторять. И так все прекрасно знают. То же самое и на английском. И на еврейском. Бакбук. Бутылка. Бакбук. Яин. Бутылка. Вина. Ну. Соответственно. Сами уже подумайте. Как будут бутылки. Посмотрите. Домашнее задание. Одна бутылка. Бакбук. А бутылки. Посмотрите. Удивитесь. Какого рода бутылка на еврите. Очень хорошо. И так. Этот глагол. Ликнот. Покупать. На этом мы с ним. Немного прощаемся. Будем еще. К нему возвращаться. Напомню. На прошлом. Уроке. Мы с вами. Выяснили. Когда обыгрывали это слово. Что покупатель. Будет. Коне. Купленный будет. Конуй. Чувствуете. Одни и те же согласные. А покупка будет. Кния. Кния. Покупка. Или множественное число. Книет. Конуй. Купленный. Коне. Покупатель. Видите. Зная. Согласные. Мы можем обыграть и наречия. И краткие прилагательные. И все в этом роде. Теперь. Что нам надо делать. Вы прекрасно знаете. Идем в магазин. Про себя говорим. Я хочу это купить. Почему? Себя же спросите. Лама. Можете сказать. Сделать еду. Есть другое. Готовка еды. Другой глагол. Не будем сейчас это усложнять. Мы знаем. Сделать еду. Ласо тохель. Аниру цели кнот. Говорили с вами об овощах. Ярокот. Аниру цели кнот. Ярокот. Хочу купить овощи. И вот так вот твердим себе. Когда ходим по магазину. Не знаем. Какое-то слово. Быстренько посмотрели его в интернете. Прекрасно. Аниру ца. Женщина говорит. Да. Аниру цели кнот. Перот. Хочу купить фрукты. Аниру цели кнот. Машу хадаш. Хочу купить что-то новенькое. Подруги две встретились. Одна спрашивает другую. Да. Что ты здесь делаешь? Ты ей отвечаешь. Аниру цели кнот. Машу хадаш. Хочу купить что-нибудь новенькое. Гадим Яфим. Красивые одежды. Да. Себе хочу купить. Но без этого. Всем хороших покупок. И не забывайте пожалуйста. Что у нас есть уникальный шанс. Ходя по магазинам. Вспоминать. И прослушивать. Заново. Урок. Этот и предыдущий. И начать говорить. Очень просто. И тогда будем чувствовать себя в Израиле. То что называется. На коне. Кстати. У коня. Как не удивительно. Те же корневые согласные. КН. Потому что все испокон веков покупали. Продавали коней. Как основную тягловую силу. И тому подобное. Любите иврит. Так. Как.